В столице Кубани состоялся предпримерный показ документального фильма «Святой архипелаг». Собралось много желающих посмотреть данную картину, среди которых были прихожане, казаки и участники молодежной общины храма Рождества Христова. Фильм «Святой архипелаг» снимался на Соловках два года. Это фильм-размышление об истории и современности Соловецкой обители. Я ожидаю узнать историю монастыря, так как монастырь был духовным центром нашего севера и сыграл очень большую роль в нашей стране. И вот все это фильм должен раскрыть. Я ожидаю, что эта книжка раскроется перед нами. Я никогда не была в этом монастыре. От этого фильма я ожидаю прикосновения к этой земле и побывать там. Пока только душой и сердцем. Команда операторов сделала все возможное, чтобы видеоизображение фильма соответствовало замыслу и глубине его содержания. Я ожидаю, что там будут показывать какие-то святыни, там, например, природу, красоту. Я думаю, что там будут даже показывать некоторых священников, которые там жили, там монахов. Очень много православных христиан погибло. Да, это очень такое место. Это фильм о внутренней силе Соловков, которую создает не только современное монашество, но и вся история архипелага и те люди, которые сделали этот остров воистину святым. Сегодня действительно добрый вечер, который собрал нас в этом гостеприимном зале. Нас пригласили на просмотр такого прекрасного фильма о Соловецком монастыре. В свое время мне посчастливилось быть на этой святой земле, политой кровью наших мучеников, в земле российской просеявших. Не случайно Соловки называют еще и русским антиминцем, то есть местом, откуда начиналось очень много в истории нашей страны, в культурном, в духовном и в нравственном состоянии. Но самое главное, что те, которые побывали на этом месте, они никогда его не могут забыть. Соловецкие острова обладают особым статусом в становлении русского человека. Их историческое, культурное и духовное наследие уникальны. Соловецкая обитель показана в фильме через призму истории в контексте культуры и духовной жизни нашей страны. Находясь на северной окраине России, обитель стала не только прибежищем каждого, кто встал на духовный путь, но и символом русского духа, не покоренного многочисленными невзгодами. После показа состоялось обсуждение кинокартины. По видеосвязи обратился к зрителям и ответил на вопросы режиссер фильма Сергей Дебежев. Ваше личное переживание во время работы и влияние на вас, этого фильма, съемки, работы. И какова ваша перспектива дальнейшего творчества в связи с этим замечательным фильмом, который наверняка останется в памяти многих тех, кто его посмотрел. И в настоящий момент мы работаем над большим масштабным фильмом под названием «Крест». Это не будет в прямую продолжение, но тема, в общем, достаточно близкая. Мы попытаемся понять, каким образом христианство изменило картину мира, что есть крест как сакральный символ и каковы его глубинные смыслы. Что касается того, какое влияние оказал этот фильм и его съемки, конечно, это влияние было очень сильным. Находясь там, невозможно остаться таким, каким ты был раньше. Это происходит помимо тебя, на самом деле. Это, конечно же, достаточно глубокое духовное путешествие, паломничество и все, что с этим связано. И нужно понимать, что те энергии духовные, которые в таких местах присутствуют, они не могут на тебя не повлиять. Уехали мы, конечно, совсем другими. Подскажите, пожалуйста, прозвучала такая фраза, что Россия – это феник своеобразный и что после каждой каких-то тяжелых событий воскресает. Как, по вашему мнению, что-то должно случиться или уже случилось, что мы идем к воскрешению, как вы сказали, к восстановлению опять народа. Если мы в состоянии так духовно окрепнуть, что мы все-таки сможем понять, что за дорога у нас, у самих, какова вот эта вот центральная, главная магистральная дорога светлая. Потому что та дорога к вигене обкомненной, по которой, так сказать, все прут, мы уже по ней не идем. Это однозначно, мне кажется. Мы уже хотя бы затормозили, а может быть даже остановились. И сейчас вот следующий этап – это, конечно, нужно понять, что будет дальше. Те процессы, которые начались сейчас, они, с одной стороны, невероятно вдохновенные, а с другой стороны, очень опасные. Поэтому чем сильнее духом мы будем, чем более подготовленными мы подойдем к новым этапам развития, тем лучше и для нас, и для всех. В чем стержень русского человека, русского народа и все-таки вот эта тайна русской души и русской православной церкви, по-вашему? В России получается так, что она себя нормально чувствует только тогда, когда есть сильное государство, традиционная религия влиятельная и высокое искусство. И когда эта триада находится в единстве, такой синергии, вот тогда, собственно говоря, начинается полнокровная жизнь государства. Последний вопрос. Спасибо. У меня не сколько вопрос, Сергей, сколько слова благодарности от всех тех, кто стал сегодня участником просмотра этого фильма, который успокаивает. Своими кадрами, замечательными сюжетами, интересным, смысловым характером этого фильма. И пусть каждый из нас, кто сегодня его посмотрел, задумается. А задуматься, поверьте, есть о чем. Но и хотелось бы, чтобы каждый увидел в вашем фильме тот свет, который несет нам Христос, который сказал, «Я свет миру, и кто последует за мной, тот никогда не будет ходить во тьме». Спасибо вам еще раз от всех нас. И я думаю, что все аплодисментами поддержат и будем ждать ваших новых работ. Спасибо. Своими впечатлениями о фильме с нами поделились зрители. Я бы отметил два момента, самых главных, которые автор нам показал в этом фильме. Это про то, что мы должны быть цельны, обойти к Богу. А второй момент, это про суету в мире, которая нас окружает каждый день. Он нам открывает занавес, такой, как живут монахи, и как они, самое главное, просто радуются жизни. Больше всего мне понравился момент, когда показали Москву, нашу современную, которой я всегда восхищалась. Но после таких кадров с жизнью, где люди прям с природой, единая, целая, мне захотелось больше именно окунуться в такую атмосферу. Поэтому больше ценишь, наверное, единство с природой после такого фильма. Это фильм о жизни и бытие монастыря. Но самое главное, это фильм о Боге, имя которому – любовь. Христос посреди нас и есть и будет!